Такие тонюсенькие юморки, а? Для тех, кто пошлый называется. Ага! Всем здарова, ребята, с вами Виктор, это снова Бесконечное Лето. Саманта, мод, и мы тут вроде как на руке Алисы находимся. Значит, мы вернулись в лагерь, все что-то уехали вдруг резко. Какая-то тут подстава явно есть, я пока не знаю. Давайте попытаемся разобраться. Я застал вожатую за почти преступным деянием. Она выплескивала мою вчерашнюю заварку в окошко. У нас на работе, между прочим, за такое штраф дают. Вы обратно переехали? В домик-то? Ну да, у меня тут все вещи. Опять вместе живем? А я думала, вы теперь с Алисой живете? Точняк, нереальная ситуация. Оригинально. Можешь домик Саманты занять. Или это шутка такая была, я не понял. Так и сделаю. Она тебе тут черкнула строчку. Держи. Я развернул бумажку. Строчек было целых две. Напиши мне сразу, как только сможешь. С. Вторая сообщала адрес. И все? Не порадовал ты ее всем этим? Что там? Просит написать ей. Так напиши. Напишу. Да вот про что? Про Алису. Лучше не стоит. Пиши не про Алису. Остальное она и так знает. Но напишу. Я бережно сложил записку и спрятал в нагрудный карман. Это Алиса. Как ты с ней вообще снюхался? Вроде приличный парень. Она приличнее меня. Ты же понимаешь, что я не потерплю никаких свиданок в лагере. Живо вылетите отсюда. Она бы с удовольствием. Видишь, а говоришь приличнее. С удовольствием вылетит? В смысле? Ну, вряд ли я даже с этим смогу ее прельстить. Не беспокойтесь. Так. Вы же не завтракали? Тогда переключат столовой. Там остатки пшенки. И еще что-нибудь найдется. Пшенка. А обед у нас когда? Когда хочешь. Отлично. А на обед что? Так все, пшенка. Не пропадать же ей. Там еще полча надоедать. Нормально вообще. Она как-то реально отбитая. Да нет, ну невозможно такое. Настоящая Ольга Дмитриевна? Она сейчас в панике бегала. Че такое? Почему вы? Где вы были? А это что-то вообще как видите, пшенку пожрите. Еще пару мешков сахара перенести. Нагрянув в столовую и утолив голод, я собрал кое-какие снеди и для лисы. Отнес и положил к ней на порог. Как к тюремной камере. После этого акта доброй воли я вернулся к вожатой и завалился на свою койку. Ольга Дмитриевна сидела за столом с очередным шитьем. Поели некоторые из нас. А остальные моются, как я представляю. То есть, не я это представляю, а... Ой, слушайте, я уже не в своем домике. До свидания. Нормальный такой. Опомнился? Да, подстой. Что? Раз поел, так давай отрабатывай. Савер таскай. А что нужно-то? Смотри. Из-за суматохи мы постельное белье собрать не успели. Начнем с этого. Наши домики с первого по семнадцатый. Все по эту сторону дороги, то бишь. Просто собрать? Нет, конечно. Нужно осмотреть каждую вещь, подушку, одеяло, наволочку. Если что-то не так, записать. Вот тебе обходной лист. Может, опись лучше вам проводить? У меня тут свои дела. Сами справитесь. Это самое простое. Да, матрасы пока оставьте. А куда носить-то? Да прямо сюда, пока что. Ладно. Да, Семен. Не вздумай писать в листке, что чего-то не хватает. А как тогда быть? Искать. Так, а если одеяло увезли с собой? А если подушку разорвали на части и пустили прах? То есть пух по ветру. Искать, Семен. В любом случае, искать. Терять ничего нельзя. Нормально. Получив от вожатых два больших мешка для белья, я отправился за Алисой. Она же в бане, извините. Подходя, я приметил, что еда с ее порога уже пропала. Кто? Это я. Сестричка твоя вернулась. Пропищал я тонким голосом. Хе-хе-хе. А я пробасил. Ха-ха. Ульянка без стука бы вошла. Чего тебе? Не церемонись, я бросил один из мешков в руки Алисе. Пора за дело. Эээ. Хе-хе. Какое? Картошку у деревенских воровать? До этого еще дойдет. А пока белье соберем. Постельное. Кто-то так пошла? Уверенной походкой я проследовал мимо опешившей Алисы в домик. Я свое не отдам. Хм. На этот счет я не узнал. Даже и не думай. Я шутливо потянул на себя одеяло, которое Алиса тут же вырвала у меня из рук. Не содействуешь? Сопротивление оказываешь? Бери вон Ульянкина. Попытка подкупа представителя власти. Представитель нашелся. Алиса сгребла все со второй кровати и запихнула в мешок. Сейчас все по протоколу занесу. Как номер домика, говоришь? Черт. И вот это нет в списке. Разгружаемся. Я вытряхнул Алисин мешок обратно на кровать. Что не так? На вашей стороне лагеря не собираем. Пошли. Мы с Алисой обошли и обобрали домики с первого по шестой. Все вещи были на месте и в приличном состоянии. Только разбросаны как попало. Наши мешки заполнились. Настала пора зайти к вожатой. Вот вам подарки. Ага, ага. Это что же, все в одном куче? А как надо было? Ладно, разгружайте на койку. На мою? А если у кого-то были вши? Или что похуже? Да нет, твоя она, кровать уже. А, да не твоя она, кровать уже. А, ну да. Все время забыл брать. Шагнув к кровати, я споткнулся о какой-то мешок. Еще белье? Откуда? Это старое. Я принесла. Вы нас не обманываете? Насчет чего? Мешки появляются откуда-то. Я наиграно схрипнул. У вас есть кто-то еще? Вытряхивай давай. Пошли заканчивать. Давайте аккуратнее там. Чего так торопишься закончить? А мне что, растягивать удовольствие? После этой работы другую подкинет. Она подкинет, а я откажусь. Я тут по своей воле помогаю. За разговором мы подходили к очередному домику. Разворошив аккуратно заправленную постель, я отправил очередную порцию белья в свой мешок. Так, я свое собрал. А ты чего копаешься? Тут одеяло нет. Ищи. Ты такой умный. Ищи. Нет одеяла и все. Я ринулся обыскивать все шкафчики, углы и закутки в домике. И правда нет нигде. Что же делать? Пиши в своей бумажке, что нет. Она запретила так писать. Запретила. Ха. Ну пусть сама ищет. На Колыму-то ей, а не нам. Давай снаружи поищем и в соседних домиках. Пусть другие ищут. Это кто же? Кто хочет. Ха. Да хоть эти. Кого в таких случаях зовут? Милицию? Десять мальчиков из-под печки. По одному на оставшийся домик. Мальчики какие-то. Это же Славина одеял потерялась. Или Женина? Ах, еще ведь Жени это. Надо выяснить. А какая тебе разница? Ну если это Жени, то его лучше прикипятить. Он вообще у них личная вражда. Ха. Оставлю на то, что это она свое профукало. Тоже так думаю. Только вот куда? Кровью залила. Вот и выкинула. Ха. А чьей? Проехали. Господи, Семен. Действительно проехали. Смотри. Тут Славе расческу забыла. Нужна? Да не особо. А на память? Ха. Это что? Это какая-то проверка. Как будто она еще требуется. О чем ты? Ни о чем. Я бы на твоем месте тоже... Ну? На Славе сосредоточилась. Опять меня Славе подкалывает. Я тоже так могу. Да? А на своем месте? Что? Сосредоточилась на Славе? Прости. Разве она тебе не нравится? В каком это смысле? Смена. А че это одно? Таком. Погоди. А почему один выбор... Какой-то фиолетовый, рыжий какой-то... Господи, боже мой, свет страшный. А другой не нужен таких шуток и намеков. Давай в том самом. Понятно в каком. Что ты мне лишь такое? Бред. Вы с ней... Такие разные. Наверное дело в этом. Какое еще дело? Что вы интересны друг другу? Заканчивай с этим. Не смешно ни разу. Тогда зачем так остро реагировать? Раздражают твои больные фантазии. Не посвящай меня в них больше. Ты сама начала Славе. Уже жалею. Знаешь. Славе тоже немного устала. От своей роли в лагере. Тоже. А с чего ты взяла? Взял, что я устала. И вообще. Нет у меня никакой роли. Плевать мне на роли. Это мы по пьесе заметили. Вот к чему ты про роли сказанул. К тому, что ты Славю как-то легко простила. Не в этом дело. Ну. Мне и правда ее стало жалко. В какой-то момент. И немного стыдно, что я так с ней. Понимаю. Сложно представить, что даже у Слави бывают проблемы. Но все-таки и она не железная. Проблема там не меньше нашего. Вы и это обсудить успели? Расскажешь? Нет уж. Она вообще не из тех, кто жалуется. Ну ладно. А чего вы не общались дальше? Как-то держали дистанцию эти дни. С какой стати? У меня свой круг общения. У нее свой. Но точно не из-за меня? Нет. Хватит об этом. Хорошо. Продолжаем искать. Я призадумался на минуту, вертя в руках две бельевые прищепки, подобранные из тумбочки. А не могло ли между ними произойти что-то вроде нашего солистской наваждения? Нет. Невозможно. Я все еще в Советском Союзе. Здесь так не умеют. Глянув вниз, я обнаружил, что мои пальцы сцепили клювики прищепок между собой. Смутившись, я поспешил расцепить их. Но от излишка стараний уронил на пол. Алиса подобрала незатейливую конструкцию и передала мне, сама взглядом не моргнув. На этом я почти был успокоился, пока снова не взглянул на прищепки. Теперь голова первой оказалась между ног второй. Что происходит? Вот так все в одну цепочку сцепляешь, тогда они потеряются. Блин, какие такие тонкие вообще, такие тонюсенькие юморки, а? Для тех, кто пошлый называется. А знаешь, черт бы с этим одеялом. Пошли собирать остальное. Пошли. Наши мешки скоро стали вновь полны. Но Алиса продолжала водить нас от домика к домику. Не пора ли разгрузиться? Не. За один заход закончим. Я и так уже полный. Ну так утрамбуй. У меня еще полно места, тогда мы и к тебе положим. Еще чего. Каждый к себе кладет до победного конца. У нас что, игра какая-то? А ты против? Судя по тону Алисы, спасовать тут мог только последний враг народа. Я послушно стал запихивать очередную порцию белья в мешок. А в этом домике ты бывал раньше? Нет. То есть ты случайно к ее вещам подбежал? То есть ты случайно к ее вещам подбежал? Ты серьезно? Я и не подумал об этом. Да и что тут думать? Ну да. Ну ты понял. Про кого я? Понять не так уж сложно, знаешь ли. Я, например, не понимаю. Какой понятливый. Да ты и так знал, кто тут живет. Знал, не спорю. Но внутри не бывал. И без понятия, где сторона Лены. Ааа, понятно. Ах, уже не такой понятливый, надо же. Ой, знаешь, ну забери ее вещь, если тебе хочется. Я свое запихала уже. Давай скорее. В следующем домике нам пришлось опустошить свои мешки, чтобы сложить все покомпактно. Это уж точно финиш. В мой уже и пуговица не влезет. Сдаешься? А если нет, какой твой план? Да все тот же. Поехали дальше. Зайдя в очередной домик, Алиса снова вытряхнула все, собранное на пол. И теперь утрамбовывала мешок с каждой последующей вещью, ожесточенно на нем прыгая. Ты же не хочешь повторить такое с подушками? А если хочу? Порвешь же сразу. Посмотрим. Мешок с подушкой уже летел на пол. Нет, лопнет. Алиса успела на него вскочить, прежде чем я ее остановил. Я осторожно открыл мешок, и несколько першек сразу вырвалось на свободу. А внутри их оставалось несравнимо больше. Говорил же. А если перья повытряхнуть, то в мешок ему всего влезет. Хватит уже дурачиться. Какие мы серьезные. За твоей шалостью отдуваться тоже нам. Подушки зашивать разве весело? Не так уж и ужасно. То есть не впервой, да? Повозившись минут 10, Алиса все-таки уместила ей очередной комплект вещей. А я помог ей затянуть завязки. Вот и все. А ты чего свое не упаковываешь? В руках понесу. Тю, рано сдался. Последним пунктом на пути к цели был домик Саманты. Тут только один комплект. Бери в руки и пошли. Ну уж нет. Алиса стала развязывать свой многострадальный мешок. Да ты тут шутишь что ли? Закончили, ты выиграла. Просто несем ее вожатой. Нет, это ты проиграл. А я не выиграла. А я выиграю, когда вот это... Алиса указала на кровать Саманты. Окажется внутри. Как знаешь. А я буду отдыхать. Вот. У тебя дома в конце концов. Я тут же исполнил угрозу, улегшись на кровать, чтобы уже оттуда наблюдать, как Алиса колдует над борохом простыней, подушек и одеялом. Подушку мне отдай хотя бы, чтобы пополам. Так-так. Подушку Саманты хочешь? Это что-то личное? Ничего такого. Все волоски с нее давно собраны в коробок. А зачем подушка тогда? Коллекцию? Коллекцию вещей, куда можно приткнуть голову. Первый экземпляр. А вот шиш. На этой тебе спать не положено. Как будто мне не доводилось. Ну-ну. Алиса зарылась носом в белоснежную мягкость. А что? Мне нравятся ее духи. Это не духи. То есть... Я не знаю. Но ей же рано ими пользоваться. А может и шампунь? Ладно, что-то я отвлеклась. Хоть энтузиазма в процессе и поубавилась, но результат вновь был достигнут. Алиса закинула свой шарообразный вьюг за спину. Да уж. Тугой он у тебя вышел. Хоть в футбол им играй. Такой дурый только слонами играть. Или китам. Слонам против китов. Прояснить все раз и навсегда. Покатили его к вожатой. Вожатой тем временем уже штопал один из пододеяльников. Столько дыр понаделали. Как будто специально. Тогда... Отдел дыр. Принимаю пополнение. Я вытряхнул свой мешок на койку. Алиса же не спеша расставаться с сын колобком. По крайней мере пока Ольга Дмитриевна не обратит внимание. Не спешила, да. А это что такое? Всего лишь вещички. Что вы просили? Алиса не без труда перекинула мешок из-за спины и протянула вожатой. Заставь дурака богу молиться. Семен тут ни при чем. Честно. Ладно. Разгружай. Ольга Дмитриевна все же не удержалась легонько хлопнуть по манящей тугой сфере. Это роковое движение стало последней каплей для измученной ткани. Она специально набивала его так? Все посмотрели. Мешок не просто лопнул. Со страшным треском. Он буквально взорвался изнутри. Обе девушки, попавшие в эпицентр взрыва, от неожиданности оказались на полу. А тысячи перьев из растерзанных Алисы подушек белым фейерверком разлетелись по комнате. Оправившись от первого испуга, Алиса расхохоталась. Разъяренная Ольга Дмитриевна попыталась к ней подобраться, но это было не так просто. Так много между ними сейчас лежало тряпье. Поняв к чему идет, но не переставая гоготать, Алиса на коленках выползла из домика. Алиса, червяка, а? Вожатая попыталась догнать, но ее ноги не пустила чья-то наволочка. Алиса благополучно сбежала. Ольга Дмитриевна еще долго воронилась, не слушая мои робкие доводы в защиту беглянки. Чуть успокоившись, мы попытались немного прибраться в домики. Вожатая раскладывала уцелевшее белье по стопкам. А это что? Я обернулся. В руках Ольги Дмитриевны был небольшой листок с надписью. Записка? Это откуда? Из чьей-то наволочки выпало. Читай. Я взял бумажку. Корявые печатные буквы выстрелились в загадочную фразу. Сегодня в полночь на старом месте. Захвати одеяло. Одеяло было захвачено. Все понятно куда наделось. Ну что, твоя? С чего вдруг? А кто у нас по ночам шляется? Все равно не моя. Не отникивайся. Вы и так в курсе, где я ночевал. Была бы моя, признал бы. Зачем врать? Потому что ты одеяло профукал. Какое еще одеяло? Дважды посчитала, одного одеяла не хватает. Скажешь, не того самого. Мое одеяло было тут. Стоп, я понял. Вы про Женина окровавленная. Чего? То есть, про кровь мы не уверены. Но в домике Жени и Славе только одно одеяло было. Так, ну-ка дай листок. Да, не этот. Обходной. Ну, держите. И где тут про нехватку одеяла? Так вы же сами говорили, не выписывать. Очень удобно. Думаешь, я куплюсь на это? Ну, это правда. Да. Чего же сразу тогда не сказали? Ну, мешок... Не выдумывай, короче. Такие еще Славе и Женя. Это кто же из них, а? Гуляет под луной. Да откуда мне знать? Я за пионерками не слежу. Особенно за Женей. Иди ищи одеяло. Да мы и так искали, как могли. Ну, нету. Быстро ищи. Или на ужин ту же кашу получите. И на завтрак. А как кончится, еще наварю. Хе-хе-хе-хе. Делать нечего. Я развернулся к двери. Я думал, в библиотеку надо зайти посмотреть. Постой. Да. Я сейчас на почту поеду. Так что не теряйте меня тут. Вернусь уже поздно, наверное. На почту это где? Да, в деревеньке тут одной. Увы, не в самый ближний. Хм. А на чем поедете? На велосипеде. Хотела завтра съездить. Но раньше лучше. А что за надобность? Так а вас телеграфировать. Чтобы там не волновались. Дашь свой адрес? Я что-то найти не могу. Эм. Ну, уже это так сложно. Улица Пушкина, дом. Записала. Ну, а про Алису знаю. Все, свободен. Я снова пошел за Алисой. Не одному же это дурацкое одеяло искать. Дома ее не оказалось. Выходило, что поиски придется продолжить одному. Я направился к домику Слави и Жени. Но уже у цели до меня донеслись аккорды со стороны сцены. Вот ты где. Вернулся к своему пагубному пристрастию. Сам ты пагубный. Все, не сбивай. Я деликатно дослушал мелодию до конца. Ну, что она там? Сильно злится. Уже нет, кажется. Послала вот одеяло искать. Это без меня. Поинтереснее дела найдутся. Бросаешь? Мне отдуваться одному? А толку искать-то? Что может быть где угодно? И вообще, это не наша проблема. Моя проблема вроде как. Говорит, это я одеяло посеял. Но это же не так. Не так, но она... Вот лопух. Совсем за себя постоять не можешь. Обидно услышать такое от девчонки-то. Однако, видя признаки раскаяния на ее лице, я простил ей эту реплику. И поведал про записку. Интересненько. А записка точно не твоя была? Будь она моя, тогда и одеяло потерялось бы мое. Включи логику. Уже включила. Допустим, адреса в записке Женя или Славя. Но написала ее не ты? Ли. Надеюсь, ты не серьезна. Ну, мы же не думаем на Женю. Признося это имя, Алиса традиционно поморщилась. Тогда Славя. А кто мог написать ей? Да кто угодно. Почему вдруг я? Из мальчишек ты с ней больше всех общался. Сомневаюсь. Да мы с ней едва... А другие вообще не хотят засвязываться. Это она тебе сказала? Нет. Тогда откуда такие познания? На словах-то тебе все по барабану. Ну, а что мне? Глаза закрыть, да уши заткнуть. Лагерь небольшой, все на виду же. То есть, мимо тебя ничья личная жизнь не пройдет? Славяна вряд ли. Ну, какие там могут быть секреты? Ну, как ты нас с ней соединила? И зачем? Ты сама в это веришь? Допускаю. Что-то мне это напоминает. Опять повторяешь свою тактику? О чем ты? О, гадание на Уидже. Ты все вопила, что мы мухлюем. Лучший оборону нападения, так? Какая еще оборона? Отчего? А вот отчего. Это твоя записка Слави. Вот что. Моя? Алиса заметно растерялась и даже как будто испугалась моих слов. Со дня пьесы вы как будто избегали друг друга, а на самом деле тайком встречались. Все с того вечера, да? Алиса залепила мне такую пощечину, что тот звон еще долго стоял в ушах. Че это она? Чуть придя в себя, я собрался выразить решительный процесс, но стоило поднять на нее глаза, как ругаться уже расхотелось. Сейчас она выглядела такой ошарашенной, что мне самому стало немного стыдно. В этом нет ничего такого ужасного. Молчи. Алиса была близка к тому, чтобы разрыдаться. Казалось, в ней шла внутренняя борьба между жалостью к себе и ненавистью ко мне. И в этот раз победила второе. Как ты можешь говорить такие вещи? Про меня, про Славя. Что ты за человек такой? Настал мой черед растеряться. Несомненно, Алиса вела себя странно, но похоже, что моя версия событий вышла ложной. И очень обидной. Всю жизнь я... И теперь вот... Да ну тебя... Я ошибся, прости меня. Я так подумал. Да уж, объясни. Потому что если тебе не нравятся парни, то хотя бы понятно, что между нами происходит. Или не происходит. И почему? Она будто снова хотела замахнуться, и я слегка отстранился. Но был мягко пойман за шею и притянут к губам Алисы. Оооо. Когда этот неожиданный поцелуй закончился, и лицо было все еще воинственным. Ну как? Да, это аргумент. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Алиса отвернулась. Тогда пошли. Куда? Одеяло искать. Алиса сама себе кивнула и решительно куда-то направилась. Я поспешил догонять. Но стоило мне с ней поравняться и пойти рядом, как она прибавляла шагу, оставляя меня позади. Так повторилось трижды. Мы шли почти что бежали. Мы шли. Почти что бежали по направлению к их с Ульяной дымухой. Я не решался спросить, откуда там взяться одеяло Славия. Судя по нашей гонке, беседовать Алисе им не хотелось. А если мы не одеялы искать идем? А за новой порцией доказательств лояльности к парням, например? Конечно. И вот мы уже у домика. Игнорируя мое присутствие, Алиса зашла внутрь. И пока я рассуждал, стоит ли последовать за ней, уже вышла наружу с одеялом в руке. Парой ловких круговых движений одеяло было смотано в кулек, затем брошено в мои руки. Я смотрел то на него, то на Алису. Она ухмыльнулась. Ну ты тупица. Ульянкина это. Ага. Так теперь Ульянкина искать будут. А нам-то что? Уже не наша забота. Нехорошо же на других валить. Да что ж такое. Как они его найдут? А если это они его и забрали? Другой отряд. Кто-нибудь потерял, а те заранее подсветились? Это вряд ли. Записка опять же. Слушай, тебе нужно одеяло, вот одеяло. Что еще не так? Ну не знаю. Неправильно это. А у Ульянки проблем не будет? Не беси. Не нравится? Тогда давай назад. Ладно, ладно. Не тащи. Пока возьмем это, а потом как-нибудь другое поищем. Ты поищешь. Ну или само найдется. Повисло неловкое молчание. Где Неси вожатый? Угу. Только ее нет в лагере. А где она? На почту поехала. А нас телеграфировать. Чтоб за нами машину прислали? Кажется нет. Только предупредить. Все равно пришлют. Почему? Долго объяснять. Такая важная персона, что для тебя дома никак? Эээ, что без тебя дома никак? Ага, типа того. Мы снова молчали. Наконец я указал на одеяло. Медленно развернулся и пошел в сторону домика вожатый. А Алиса осталась на месте. Ну почему она всегда так со мной? То подходит сама, то вдруг бросает. И почему так просто говорит об отъезде? Неужели ей все равно? На автопилоте я пришел в домик вожатый. Но там обе койки были заняты бельем. И не могли принять уставшего путника. Зато в домике Саманты было свежо и чисто. Подсунув под голову все то же одеяло ульянки, я забылся на несколько часов. Наконец продрав глаза, я осознал, как скверно все-таки переспать. Впрочем, часть народной мудрости про недоесть припомнила тоже. Завтрак был давненько. Чего столько дрыхнешь? Я обернулся на голос и обнаружил Алису на кровати напротив. Она безмятежно листала оставленный Саманты журнал, следя за мной. Разве что краем глаза. И давно тут? Не все ли равно? Алиса сладко потянулась всем телом, прежде чем перейти в сидячее положение. Что там? Что тут? Везде скучно. Опять скучно? Нет. Убери эту хмылку. Ладно. Ты ела что-нибудь? Вот я по этому поводу и пришла. Помимо того, что по мне соскучилась. Вожатая нам оставляла что-нибудь? Кроме каши. Ничего, не сказала. Отлично. Теперь еще и голода морит. И так еле кормили. Живот вам почти к спине прилип. Алиса соскочила с кровати и принялась разглядывать себя с разных сторон. Пока не заметила, что я занимаюсь тем же. А ты чего смотришь? Чего я там не видел? Хе-хе. Ну тогда тренируй память, потому что больше не увидишь. Да что такое дерзкое? Не увижу. Тебя в одежде? Алиса от такой наглости даже разозлиться забыла. Только улыбнулась растеряно. Че-то не понимаю, не увижу тебя в одежде. В чем шутка? Пошли еду искать. Пошли. Нормально, пошли еду искать. Сталкера переиграли. Я отпер дверь в столовую. Но интересующая нас кухня оказалась заперта на навесной замок. Откроешь? Чем? У меня только один ключ. Алиса со знанием дела повертела замок в руках. У тебя есть скрепка? Я похож на того, у кого есть скрепка. Ой, извини. У тебя есть шпилька? Давай лучше за скрепкой схожу. Да не надо. Сейчас придумаем. Алиса сняла и протянула мне одну из своих заколок. Прошу. Я? Конечно. Мужчина должен все уметь. Неужто не откроешь? Боюсь твою заколку испортить от избытка силы. Ничего, у меня запасные найдутся. Но все же это больше твой профиль. Что именно? Взлом? Ну, наверное. За какую ты меня бандитку держишь? Прости. Ой, да ладно. Шучу я. Давай сюда. Алиса деловито взяла заколку в зубы и стала крутить замок, пытаясь разглядеть что-то в замочной скважине. Не верю, что любой дурак со шпилькой такой замок откроет. От тебя уже не требуется. Извиняй. Алиса мельком на меня взглянула, а потом указала куда-то мне за спину. А это что там, красненькая синейца? Где? Да вон, под столом. Я обернулся и присел на корточки. Моему взору открылся большой фанерный ящик. На покрывшей его ветоши лежали овощи, баклажаны, пара пучков редиса, а главное, несколько крупных картофелин. Отлично. Этого нам хватит. Правда же? Ну ты глянь еще. Чего там? Ну ты глянь еще. Чего там, по тряпкой? Надеюсь, куры-гриль. Ты тоже загадывай. Вуаля. Ящик оказался полон такой же картошки. Логично. Лучше бы ключи от кухни. Или хоть монтировочку. Ну да ладно. Хватай побольше и айда запечем этих мерзавок как следует. По пути к выходу мы прихватили пару салонок. Теперь ничто не могло помешать пиршеству. Очаг сообразили на самом живописном месте. На травке возле генды. Чтобы подальше от деревьев, разумеется. Лесные пожары ни к чему. Пока собирали хворост, уже стемнело. Сколько еды от вожатой притащил. Можно было и не печь ничего. Ну да. Но так неинтересно. И еще наш костер. Путеводный маяк в ночи. Для Ольки-то? Ну да. Свет-то нигде не горит. Думаешь, нам сильно за маяк влетит? Подумаешь, травку пожгли. Все равно скоро осень. Очередной арт. Осень и правда была не загораема. Но сейчас лето продолжалось. Оно было везде вокруг. Пейзажи на горизонте. Еще различимым в отцветах утонувшего в синей дымке солнца. Лето было в звуках. Пусть птицы затихли на время пересменки. Но кузнечики продолжали свой стрек. А временами под ухом ныл комар. Где-то на озере громко самоутверждалась лягушка. Но главное, лето было в запахах. И все его ароматы сейчас сошлись в нашей картошке, получившей этот букет через дым и золу. На голодный желудок ничего вкуснее быть не могло. Но только пока мы не нашли сало в принесенном мной свертке. Забыв о картошке, мы принялись нанизывать это богатство на подходящие палочки и поджаривать. А в Америке зефир так жарит. Как это? Он же сладкий. Ну вот не знаю. У нас тут как-то тортик есть. Хочешь пожарить? Если желаешь. Это глупо. Ты столько натворила за последние дни. Один жареный торт погода не сделает. Торт это ложь. Но это его испортит. Разве я что-то испортила? Сложно сказать. Хотя да. Из-за меня ты застрял в лагере. Ты тут ничего не испортила. Я рад остаться с тобой. Алиса тяжело вздохнула. Не обязательно это говорить. Почему же не сказать? Я небольшая поклонница пустых слов. Они не пустые. Может быть. Но не нужно большего. Ведь все понятно и так. Не уверен, что все понятно. Хорошо. Выскажи свою версию. Ты знаешь, что ты мне нравишься. Если не сказать больше. Да не говори больше. Я пора сила. Так вот. Ты знаешь. И воспринимаешь это как должное. Мальчишкам нравятся девчонки. Обычное дело. На моем месте могла быть другая. С чего ты взяла? Ведь это я загнала нас тут сюда. Ну и доля случайности. Но не твоя инициатива. Разве я не оказывала тебе внимания? Ты не справедлива. Может и так. Скверный у меня характер. Так ведь? Ну не сахар, пожалуй. Да. Но целоваться со мной это не мешает. Я же не могу с занятым ртом ничего высказать. Зачем ты так? Ну а где твой характер? Он у тебя есть? Раньше тебя не... Кхм. Раньше тебя на всех хватало. А теперь приударил за последней оставшейся девицей. Как это выглядит? Да какое на всех. И мы ведь не случайно вдвоем остались. Вот именно что случайно. Все из-за медведей этого. Чепуха. Нет. Так что не вздумай сказать мне. Сам знаешь что. Не пытайся меня так дешево купить. Думаешь я часто такое говорю? Для меня это совсем не дешево. Не знаю. Но я не хочу это слышать только потому, что тот медведь проголодался вчера ночью. И все так получилось. Не ври мне. Себе и себе не ври. А если ты мне правду сказать запретила, тогда я это сама пойму. Без слов. Чему она так боится этих простых слов? Она уже обманывалась так? Ну скажу я их или нет все одно. Она ведь знает, что я к ней чувствую. Мне она и так верит. Но не верит в нас. Уступить мне. Вот чего она боится. Ну хорошо. Не надо слов. Я прикоснулся к ее ладони. Лиса вздрогнула. Удивленно на меня посмотрела. По крайней мере ее рука осталась в моей. Я не это вмело веду. Я знаю. Так мы сидели глядя на огонь. Слушая треск сучьев в пламени. И снова огонь нас объединяет. Можно ли сладить с этой Алисой, если не поджечь что-нибудь сперва? Каждый день у нас костер, а? Она будто прочитала мои мысли. Да, такие костры мне по нраву. Мне все по нраву. Летом костры должны быть каждый день. Огонь твоя стихия. А вода разве нет? Ну и вода твоя. А ты с водой как-то не очень. Ну это мы еще поправим. Что ты задумала? Мне уже не по себе. Ничего нового. Нам же на подводке погружаться забыл. Серьезно? Ну да. Я знаю, что ты не поплыл бы. Переживу. То есть сама ты все еще хочешь плыть? Я бы попробовала. Делать все равно нечего. А эта штука реально может там пройти. Да и что зря мы с тобой столько и готовились? Неужели совсем не страшно? Страшно, конечно. Потому и интересно. Ну да, отличный интерес. Утону я сегодня или спасусь и выплыву? Чтобы все было как раньше. Все будет как раньше. Только у того, кто не плывет. Но это ведь не самая плохая перспектива. Лучше, чем сгинуть. Но совсем. Кто знает. По-моему, ты просто из тех, кто не рискует. Поправка. Не рискует попусту. А то... Звучит как укор. Просто... Если ты никогда не нырял в бочке. Или не убегал от медведя, скажем. То не знаешь, что на кону. Стоило на того или нет. Адреналиновая наркома... Тихо. Алиса выдернула, как будто позабытую в моем владении руку. И теперь напряжетно всматривалась в темноту. Через секунды я тоже услышал шаги. Ну и что это такое? Маяк вам. Разве можно сжечь в лагере? Я уж думал, что Генда горит. Он может загореться только от молнии. Когда будут посланы скрижали с заповедями пионеров. У пионеров уже есть заповеди, не слыхал? Почему я не удивлена? А траву-то как пожгли. На самом видном месте. Завтра пересадим откуда-нибудь. Картошку будете? Картошку? Буду. Мы накормили Ольгу Дмитриевну. За костер она больше не ругалась, только пожаловалась на свое долгое путешествие. И на свои неудачные поиски почтальона. С картошкой было покончено. Костер уже дотлевал. Пришла пора разойтись по домам. Я зашел к Ольге Дмитриевне за подушкой. Ну, ищи свою теперь. Определенно какая-то из целых. Порча подушек не сойдет вам с рук. Зашивать заставите. Швейную машинку вам не доверю. Но вы у меня завтра и так побегаете. Мы только и бегаем. Как вы без нас тут справились бы? Да уж как-нибудь. Я сейчас-то все время на вас и трачу. Зачем вы вообще согласились на это? Ну что, оставаться в лагере одной? Ага, сколько тише же. Пока не знаю. Я первый раз так как-то спонтанно получилось. Ту смены у нас все не по плану. Значит, спасли мы вас? Как-то так. Ладно, иди уже. Простынку вот возьми. Спасибо. Доброй ночи. На самом деле спать совсем не хотелось. Еще бы столько дрыхнуть днем. Чего хотелось, так это наведаться к Олесе. Но повода я придумать не мог. Да и с поводом вряд ли дерзнул бы. Я все лежал и думал. Как же мне доказать ей все то, что нужно доказать? Чтобы добиться того, чего нужно добиться. И идея пришла. А если правда поплыть на бочке, тогда она увидит, что я не трус, что готов идти на большие компромиссы. Вот только готов ли я? Ненароком утопиться как-то не с руки. Да и Алиса мне больше нравится живой. После вчерашнего даже есть с чем сравнивать. Боюсь, если кто-то из нас утонет, план не сработает. Не лучше ли синиться в руках? Я ведь даже не уверен, что Алисе от меня что-то нужно, кроме компании на день-два. Ей будто чего-то не хватает. Но того ли самого подвига? Это может быть как ее иллюзия, так и обман. Деликатный способ дать понять, дать знать, что я не тот. Был уже далеко за пол, на час он так и не шел. Думать о чем-либо становилось уже тошно. Даже о бегущих барьерах. Берущих барьеровцах. Хотелось как-то очистить голову, развеяться. Я встал и вышел на улицу. А там Алиска, наверное, да? Даже снаружи было душновато. Тем приятнее были дуновения ветерка со стороны леса. Оттуда же донесся крик совы. Сегодня меня уже не переставало, не преследовала никакая нечисть. Но все равно стало жутковато. На этот раз это внезапно осознанные пустоты лагеря. Брошенные дома. Все пропали. Саманта пропала. Где-то она сейчас. Прости, Сэмми. Ты появляешься в моей жизни внезапно и так же исчезаешь. Разве могу я повлиять на твою судьбу? Похоже, здесь от меня ничего не зависит. За лагерем для меня ничего нет. И в лагере тоже почти пусто. Нельзя терять Алису. Я же останусь совсем один. Я постоял еще немного, словно бросаю вызов темноте и пустоте. Временами я слышал шелест. Это пронзали в воздух летучие мыши. Незримые дети ночи становились все наглее. Одна из них что-то презрительно пискнула, почти задев мое ухо. Ты только в темноте такая крутая. Повторишь мне это утром? Достаточно проветрившись, я вернулся в свою постель. И теперь с легкой головой уже быстро заснул. Ну ладно, наступил новый день. Как бы, значит, надо прерваться, мне кажется, да? Как я сейчас завидую Семену. Он-то уже выспался. Ладно, я тоже пойду посплю. Правда, странно, наверное, это выглядит. Видео вышло днем, а я говорю, что я посплю. Ну, вы же понимаете, снимается это все вечером, ночью. В общем и целом, серия, конечно, прикольненькая получилась. Особенно, блин, сцена с подушками рванными. Это вообще ора. Ну, конечно, с прошлой не сравнится. К сожалению. И с позапрошлой. Нет, с позапрошлой, конечно. Там, где мы орались с шуток. Ну, здесь тоже тоненько так проходил. Юморок. Надеюсь, что-то там интересное будет дальше. Мы поплывем, видимо, в бочке все-таки. И что там будет вообще? Трешно представить себе. Надеюсь, вы тоже ждете этого момента. А пока давайте поставим лайки. Друзьям порекомендуем посмотреть. В описании посмотрите на ссылочку на плейлист, на группу ВКонтакте. До встречи в следующей серии. Пока-пока.